Пройдя по ссылке, вы попадете в этот замечательный редактор анимаций, позволяющий делать мультики любой сложности, без всякого программирования. Первое, что вам надо сделать, открытку, которую я создавал, сделать своей. Для этого надо ее сдублировать, сделать дубликат проекта. И теперь можно его переименовать, как угодно. Например, мой проект или моя открытка. Много всего в этом редакторе, но на первых порах это не нужно. Для того, чтобы заменить фотографию в открытке, надо знать только, где она расположена. Расположена она под формой, которая называется маска. Если я сейчас эту маску выключу, она мне покажет полностью фотографию, которую я должен заменить. А обведенное голубым кружочком место будет при включении этой маски просвечивать, все остальное закроется. Убираем фотографию и вставляем сюда свою фотографию. Ну, свою фотографию я другую не нашел пока. Давайте попробуем вставить фотографию вот этого патриарха, аниматронии. Основатели, можно сказать. Мы должны ее вставить на место нашей фотографии. Зацепляем левой кнопкой мыши, перетаскиваем и располагаем как раз под маской. И лицо нашего метра размещаем под голубым кругом. Можно голубой круг подредактировать. Кнопочка называется Direct Selection. И включаем маску. Можно чуть-чуть повыше поднять стрелочками вверх. Готово. Запускаем на воспроизведение. Пошел снег. Чтобы получить рисунок GIF, который можно оставлять абсолютно куда угодно, в любой текст, на любой сайт, мы нажимаем на кнопку загрузка GIF. У меня профессиональный аккаунт, а у вас будет аккаунт открыт начинающий. Поэтому, может быть, цифры будут различаться, но 10 секунд видео, 10 секунд GIF вам будет позволено сделать. Запускаем генератор GIF. Написано, что мы можем выключить сейчас, а потом нам по почте пришлют ссылку на эту GIF. ГИФ будет храниться на серверах Аниматрона несколько дней. Поэтому лучше ее сразу скопировать себе на диск, чтобы ни о чем больше не думать. Как скопировать? Сейчас она загрузится. Мы ее выведем на экран. Вот она уже загрузилась к нам на диск. Она хранится у нас на диске. Мы ее покажем сейчас в папке и переименуем. Для того, чтобы она больше не потерялась, потому что здесь дается какое-то формальное название, соответствующее месту хранения на серверах Аниматрон. Вот она. D0FF. Переименовать. И назовем ее открытка. Открытка будет храниться в загрузках. Что-то она только не переименовалась. Переименовать. Открытка. Вроде нормально. Теперь идем в наши загрузки. И ищем здесь открытку. Открываем ее. Попробуем послать кому-то. Для этого я вхожу в свою почту и адресую письмо самому себе. Вставляю эту самую открытку. Она у меня хранится в загрузках. И называется открытка. Поздравление укажем в теме письма. Мигом наша почта заставляет. К Новому году вы успеете. Человек открывает открытку. И у него сразу появляется такое поздравление. Поздравление. Вос Bryу. Поздравление. Продолжение следует...